Эфир телеканала Беларусь 4 Гомель продолжается. Новый день встречаем с программой Утренний Фрэш. Я Анна Корольчук в этом выпуске расскажу об актуальных культурных событиях Гомеля, а также познакомлю с другими интересными фактами. Сегодня на территории Гомельской области будет сплошная облачность. Осадков не прогнозируется. Днем температура воздуха прогреется до 8 градусов тепла. Ветер западного направления скоростью до 9 метров в секунду с порывами до 16. Об актуальных выставках. Посетители Дворца Румянцев и Паскевичей могут познакомиться с выставочным проектом без срока давности. Он посвящен 75-летию Великой Победы и объединит труд музеев разных стран. Внимание у гостей музея представлены подлинные экспонаты. Они хранятся в фондах музея Дворца. Также частью экспозиции стали фотографии о деятельности поисковых отрядов Смоленщины. Материалы выставки расскажут посетителям о том, как шло возвращение имен неизвестным героям. Для посетителей Дворца Румянцев и Паскевичей доступна также выставка под названием «Весна начинается сегодня». Гомельский живописец Олег Курашов творит в жанре натюрморт с цветами. Встретиться с весной искрометной живописью гостям музея предлагается в Южной галерее. Именно ее украшают яркие полотна автора, где главные герои – цветы. Творческий тандем Олега Лукашевича и Александра Алексеева хорошо известен в Беларуси и за ее пределами. Эти журналисты более 20 лет работают на самых престижных кинофестивалях. Одно из направлений их творчества – репортажная фотография, герои которой – звезды мировой величины. Этот уникальный архив можно увидеть на выставке под названием «Звезды» – знаменитости в объективе Олега Лукашевича и Александра Алексеева. Прогуляться по красной дорожке со звездами кино и шоу-бизнеса и прочувствовать атмосферу мировых кинофестивалей предлагается гостям Дворца Румянцевых и Паскевичей. Картиная галерея Гаврила Ващенко запускает новый актуальный проект – один на один с искусством. Желающие могут забронировать лично для себя и своей семьи время посещения выставок в галерее на определенный час. А галерея обеспечит отсутствие других посетителей в здании в это время. Информацию о том, где и как оставить заявку на индивидуальную экскурсию, можно найти на сайте галереи и в социальных сетях. В продолжение темы. Картиная галерея Гаврила Ващенко проводит отбор творческих работ на областную выставку искусств «Я художник, я так вижу». Со своим творчеством ценители искусства могут познакомить жители Гомеля и Гомельской области. К участию в проекте принимаются картины, инсталляции, скульптуры, а также графика, гобелены и авторские куклы. Будущую экспозицию планируется расширять по мере поступления работ. Этот выставочный проект дает хороший шанс заявить о себе, поэтому стать его участниками предлагается не только профессионалам, но и тем, кто впервые решил продемонстрировать свои таланты. К следующим новостям. Гомельский государственный технический университет имени Сухого начинает готовить специалистов по производству из композиционных материалов и робототехническим комплексам. Без них сейчас не обходится ни одна отрасль промышленности. Уже объявлен набор на ряд новых специальностей. Для слушателей предусмотрена дневная форма обучения. Срок 4 года. По предварительной информации, по каждой специальности будут набраны группы по 20 человек. Праздник робототехники и инноваций ждет гомельчан. Участникам турнира «Робоквест» предстоит создать своего первого робота. Также они смогут окунуться в мир виртуальной реальности и даже овладеть силой мысли. Кроме того, в программе работы интерактивных площадок, выставки и стенды, а также соревнования в разных дисциплинах и кое-какие приятные сюрпризы. Детей нашего региона на районном этапе, потом на областном. Для них подготовлены специальные призы. Окончательные итоги конкурса подведут к празднику победы. Команда родного города Это конкурс на лучшие детские рисунки, который проводится для юных гомельчан в дни школьных каникул. Он продлится до 7 апреля. Рисунки принимаются по месту учебы. По итогам творческого состязания будут определены 11 победителей. Их пригласят на встречу с игроками футбольного клуба «Гомель» для вручения памятных подарков. Далее о братьях наших меньших. В действительности кошки не умеют улыбаться. Но иногда мы наблюдаем именно такой эффект. Он создается из-за особого строения мускулатуры, которое влияет на выражение мордочки. Когда коты чуют определенные запахи, его частички поступают к верхней части рта, а мозг получает возможность подробно изучить их. При этом у кошек приподнимается верхняя губа, голова наклоняется, а глаза немного щурятся. Такое выражение визуально напоминает улыбку. Однако никакого отношения к счастью оно не имеет, утверждают специалисты. А вот если питомец счастлив, то он медленно моргает, разминает лапы, растирает голову и ласково мяукает. А тем временем у собак нашли мышцы, которые ставят брови домиком. В процессе эволюции мышцы мордочек этих питомцев менялись. И есть предположение, что древние породы не могут делать настолько милое выражение. В Японии провели эксперимент, который доказал, что человек и собака умеют образовывать так называемую петлю доверия. Она характеризуется удовольствием, которое испытывает хозяин и питомец от общения друг с другом. Эта петля появляется только после того, как установлен зрительный контакт. Поэтому есть предположение, что у питомцев тоже должны быть какие-то мимические мышцы, используемые для общения. Как выяснилось, их две. Первая отвечает за внутреннюю часть брови. Вторая – за оттягивание внешнего уголка века к вискам. Как итог, собаки могут щуриться и делать брови домиком. Американские ученые снова обратились к вопросу о том, насколько кошки преданы своим хозяевам. Был проведен эксперимент с участием 79 котят. Сначала питомцев оставили наедине с людьми, затем в одиночестве. И пока они были одни, за их поведением наблюдали, оценивая уровень их привязанности. Спустя определенное время хозяева возвращались. И тут начиналась самая интересная часть эксперимента. Наиболее привязанные котята в одиночестве грустили и впадали в апатию. А по возвращении человека открыто показывали свою радость. По другим питомцам было видно – они рады, но поведение их было отстраненным. Третий тип и вовсе игнорировал присутствие человека. Но таких питомцев оказалось меньше всего. Вопреки мнению о том, что кошки гуляют сами по себе, этот эксперимент показал – более 60% из них очень привязаны к человеку. По природе у кошек более независимый характер. Это делает их не таким привязанным к человеку питомцам, как собака. Но есть определенные породы, которые умеют хранить верность не хуже, чем собаки. Среди них – абиссинская. Это довольно древняя порода, которая была выведена путем скрещивания африканских и азиатских кошек. Представители этой породы невероятно грациозны. Они обладают спокойным и сдержанным характером и не доставят своим владельцам проблем с шерстью. Как всегда, по вечерам в нашем эфире программа «Добрый вечер, Гомель». Это рассказ о ярких событиях из жизни Гомеля и Гомельской области. Разговор на актуальные темы с интересными гостями. Сегодня вечером смотрите новый выпуск. Включайте телеканал «Беларусь-4 Гомель» в 20.25. Не упустите хорошую возможность полезно провести вечер всей семьей телеэкрана. Звоните в студию, присоединяйтесь к нашему разговору и делитесь вашими историями. Новый день с вами встречали «Утренний фреш» и я, Анна Корольчук. Как всегда, хочу пожелать вам только хорошего настроения и улыбок окружающих людей. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры Алексею Дубровскому Добавил субтитры Алексею Дубровскому Добавил субтитры Алексею Дубровскому Добавил субтитры Алексею Дубровскому